Латунова сегодня вместе с нами. Ну, во-первых, она ветеринарный врач. Это первое. Во-вторых, она представитель бренда Spectrum Brands. Ну, ты знаешь, я когда-то слышал о нем, но он включает... Это большой холдинг, он включает в себя огромное количество различных брендов. Наташа мне быстренько сказала, ты про Spectrum Brands не знаешь, не говори, никто не знает. Вообще, это холдинг огромный, но она эксперт бренда Nature's Miracle, сумасшедшая на самом деле продукция, реально просто. Она поражает, и она должна быть, по-моему, у каждого владельца домашнего животного, это однозначно. Ну, помимо того, что Наташа ветеринарный врач, да, и представитель бренда, у нее, мало того, что вот эта вот малышка Альф, малыш, я бы сказал, малыш. Кстати, малыш сколько у него там лет? Ну, уже не малыш, пять с копейками ему, да. Пять с копейками, по-человечески это лет 35 ему, да? Ну, почти ровесник с тобой, Альф, дружище, мы подружимся, да. У нее, кстати, две собаки, две кошки, две черепахи и четыре голубя, ребята. В принципе, она не просто знает о бренде что-то такое, да, она вот по-настоящему действительно реальный пользователь. Ну, а так как ветеринарный врач, сразу есть какая-то некая квалифицированная помощь, поддержка. Поэтому сегодняшний вопрос, который вы будете задавать, и все вопросы, которые вам будут интересны, задавайте нам, давайте пообщаемся. Потому что у кого есть домашний питомец, это не только любовь и ласка, это еще некие проблемы бытовые, проблемы психологические, проблемы со здоровьем и так далее, и так далее, и так далее, да. Поэтому облегчить существование нам всем вот поможет сегодня Nature's Miracle. Ну, все-таки давай немножко расскажи, слушай, ты вообще, почему у тебя столько животных? У тебя с детства огромное количество животных? Нет, у меня с детства никогда не было животных, мне очень хотелось, очень просило родителей, но они говорили, что животные – это грязь, это запах, это проблемы различные, и никогда они не покупали мне собаки. Да ты что, родители так говорили, да? Да, 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 они так думали. Ну, у них был такой предрассудок. Наверное, у них в детстве не было животных, может быть, нет? Ну, да. Или, наоборот, они обожглись когда-то. Вот, ну, и, соответственно, я выросла, как только стихот родители завела собаку, ну, а потом остальные животные, там, вторая собака, коты, они уже с улицы, ну, и вот так вот получилось. Интересно, интересно. Да, и, ну, благодаря, ну, и, может быть, своей профессии, продуктам, которые сейчас есть, технологиям, понимала, что действительно проблем с животными не так уж и много. Не так уж и много. Не так уж и много, главное, если ты разбираешься в том, как правильно содержать, то проблем, собственно, практически нет. А вообще, какие проблемы встречаетесь, с какими проблемами мы будем сегодня разбираться, узнавать что-то новенькое и делать обзор? Ну, в первую очередь, это проблема пятина запахов, потому что, как ни крути, какое бы воспитанное животное ни было, тем не менее, в течение его жизни все равно могут возникать пятна и запахи, различные загрязнения. То есть, животное может заболеть животное, может, не знаю, там, щенки, котята, они когда растут, не всегда воспитанные, пожилых животных, там свои проблемы. Поэтому владельцы животных довольно-таки часто сталкиваются с проблемой пятен и запахов, будь это от мочи, фекалий, рвоты и так далее от своих питомцев. Ну, и не только, собственно. Теме, что-то вот связанных с обивкой каких-то сидений, мебели, одежды и так далее, да? Все же, да, абсолютно на любых поверхностях, да. Я тебе больше могу сказать, как вот я помню, если что-то вот кот, например, понимаешь, описал, почти на выбросе. А если это мебель большая, это просто капец. Правда, это реально большая, это реально катастрофа. Реально катастрофа. Так, хорошо, вот с этой проблемой будем сегодня разбираться, да? Да, да, совершенно верно. Интересно. Как раз Nature's Miracle, это тот ассортимент, который позволяет сделать нашу совместную жизнь с питомцами очень простой и комфортной. Фактически вот облегчает действительно содержание животных. И то, что раньше казалось проблемой, там, описанной котом диван, сейчас это уже, ну, вообще не проблема совершенно. И Nature's Miracle, это, собственно, бренд, который изначально был не связан с животными, а был связан с детскими проблемами. Да, и формулы разрабатывались для детских дошкольных учреждений, для того, чтобы убирать спятные запахи, то есть там от мочи, от травы, от еды, пищевых каких-то продуктов, ну, то есть, в принципе, любые детские загрязнения. И было важно, чтобы эти продукты были безопасны максимально, потому что, ну, маленькие дети, понятно. И когда была создана вот эта первая формула Nature's Miracle, биоэнзимная, на основе ферментов, собственно, ну, ферменты, да, у нас у всех в организме есть абсолютно безопасные такие компоненты, формула была мегаэффективной, и ее начали использовать хозяйки, не только мамочки детей, да, ну, и владельцы собак, кошек, которых не было, детишек, и, собственно, Nature's Miracle стал не только брендом, который позволяет избавляться от повседневных загрязнений, но также от загрязнений от животных. И вот, наверное, основной ассортимент, благодаря которому бренда приобрел свою популярность, это средства против пятен и запахов, которые позволяют избавляться от любых пятен и запахов, от животных, от детей, от, не знаю, там, мужа, ну, собственно, практически любые загрязнения, с которыми может подкнуться обычный человек в реальной жизни. Вот так вот, загрязнения от мужа, они самые опасные. Так, хорошо, слушай, интересно, то есть мы сейчас будем говорить о том, что где бы то ни было, какие-то посторонние запахи, пятна, которые связаны, да, с жизнедеятельностью животных, мы их будем убирать, где бы то ни было, на тканях, на одежде, на обивке, на мебель, вообще где угодно. Абсолютно, на любых поверхностях, конечно. Как это амбициозно звучит с твоей стороны, конечно, Наташа? Ну, так и есть. Хорошо, слушай, а кто, кто создатель, кто разработал, где производится вообще? США, Американ. В Америке? Американцы, да, это они. Подожди, прям вот это приехало из Америки? Да, безусловно. Серьезно? Ты смотри-ка. Слушай, ты знаешь, я что-то не помню, европейские бренды, прям американские бренды, Скоробя на бал, попал к нам на обзор стрима. Ребята, чисто 100% американское производство, ну, круто, привет, как дела? Никита спрашивает, Никита, да все нормально, вот обсуждаем сейчас. Кстати, все, о чем мы будем говорить, вот представлено в 11 товаров, и на все сейчас крутая скидка по 20%, по 40% и так далее, по 36%. Поэтому посмотрите, еще час после нас будут действовать эти предложения. Это американский бренд, американское производство, это суперсерия, кстати говоря, но это же... Так, Альф, ты там не ешь ничего, ты что, у нас там ничего вкусного нет. Альф вместе сегодня с нами здесь нам помогает. Ну, давай, с чего тогда начнем? Давай о каждом конкретном будем поговорить. Да, ну, сначала, наверное, в целом расскажу про уничтожитель Nature's Miracle, чем они отличаются, да, потом уже более подробно расскажу, как подобрать продукт, который подойдет именно вам. Все средства Nature's Miracle, все уничтожители, ну, мы их называем уничтожители пятеных запахов, потому что они работают как раз таки с загрязнениями, с любыми, а они универсальны, работают на любых поверхностях, то есть будь то ткани, мебель, твердые предметы, на любых поверхностях Мирacle очень хорошо работает. И работают они на любых абсолютно загрязнениях органических, будь то пятна и запахи от марчир, вода, фекалия от животных, в том числе их часто используют, например, мамочки маленьких детей, потому что от детей тоже бывают различные загрязнения. И не только от каких-то там физиологических жидкостей, но также от пищи, от травы и так далее. Вот Nature's Miracle справляется с абсолютно любой органикой. При этом средства на основе натуральных компонентов, биоэнзимов и активного кислорода, поэтому они безопасны. То есть можно использовать в семье, где есть маленькие дети, например, животные. Они не причиняют никакого вреда абсолютно. И что особенно приятно, что производитель гарантирует возврат денежных средств. Так, вот это поподробнее. Я уже увидел шильдик такой, который написан. Давай еще раз так. Значит, производитель гарантирует возврат денежных средств когда? В том случае, если вы покупаете средства. Ну, ты купил, например, средство какое-то. Я уже чувствую, я куплю. У меня уже достаточно стримов, понимаете, уже 7 минут прошло, все, я уже готов. Если это средство не сработало, то производитель возвращает, гарантированно возвращает деньги за это средство. Причем достаточно легко оформить возврат. Ну-ка. Достаточно отправить заявку, написать на сайте naturesmiracle.ru и прикрепить скан или фотографию чека. Деньги вернутся на счет мобильного телефона или на банковский счет. То есть не надо мне американскими авиалиниями долететь до Америки, а привезти это средство и получить свои 3 доллара. Не надо, да? Нет, не надо ее отправлять. Ничего не надо, вы остаетесь тем продуктом, который вы приобрели, ну и просто получаете свои деньги назад. Ребята, вы слышали? Значит, везде где вот написано, работает или вернем деньги? Ты знаешь, в мире, ну, давай так назовем, да, вот очищающих таких продукт, чистящих средств, я впервые об этом слышу. Потому что все очень тонко. Не так обработал, не то что-то сделал. Тебе сказал, не работает. Кто вернет деньги? Да никто. А вот эта компания американская, Nature of Miracle, возвращает деньги, если вас не устраивает результат. Вы просто пишете, прикладываете скан копии вашего чека, все. Понимаете? Поэтому сейчас еще по скидке, по-моему, это очень круто. Так, так, возраст, возраст средств от кого? А, возврат средств от кого? От кого? Если я купила в зоотоварах, кому обращаться? Вот на сайт Nature's Miracle.ru. На сайт Nature's Miracle.ru. То есть не в магазин, безусловно, не в Азоне, если вы купили на Азоне, не в зоомагазине, если вы купили где-то в зоомагазине. Нет, заявка отправляется на сайте Nature's Miracle.ru. Ну и мы, соответственно, уже напрямую, как производитель, возвращаем денежные деньги. Круто. Лена Егоровна написала, что собака, кошка, ребенок реально помог во всех случаях. Классное средство. Вот. Кто-то пишет, что ребенка точно не надо отучать гадить в одном и том же месте. Я, в принципе, согласен с вами, да? Скажи мне, пожалуйста, они же разные. Давай тогда ты мне все скажешь. Например, вот это от того, чтобы отучить гадить, это для того, чтобы убрать. Что еще есть? Ну, основной ассортимент это средство против пятен и запахов. Они не являются корректором поведения. То есть они не отучают никуда к гадить. Они просто убирают загрязнение. Любое абсолютно. Там от пищи, еды, вина, животных, неважно. Это вот что? Покажи. Это вот эти основные продукты. И самое такое базовое средство в линейке – это универсальный уничтожитель. Мы его называем универсальным, потому что он содержит комплекс биоэндимов, которые действуют, собственно, на все органические загрязнения. То есть неважно, что там было, моча, фикалии, еда, вино, неважно. Средство сработает. А если же загрязнения более въевшиеся, более такие уже застаревшие, то больше подойдет вот этот уничтожитель. Это уничтожитель оксиформула. Так, запоминайте, да, ребят, чтобы найти сразу, если более застарелый, вот они, оксиформула. Если универсальный уничтожитель работает на основе биоэндимов, то оксиформула работает на основе активного кислорода. Кислород является окислителем, он окисляет загрязнение, и оно распадается. Поэтому источник запаха пропадает, либо пятно. Если же у вас совсем такое супервъевшееся, суперсложное загрязнение, которое ничем абсолютно нельзя удалить, лучше использовать усиленную формулу. Вот усиленная формула, это, знаете, это как микс двух предыдущих продуктов. Там и биоэндимы, и активный кислород. И вот усиленная формула, она справляется с самыми сложными, въевшимися, с самыми трудноводимыми пятнами и запахами, с которыми другие средства не справились бы ни за что. И еще один интересный продукт, отдельно хочу про него сказать, это урин-дестроер, это уничтожитель пятен и запахов от мочи животных. Он в своем составе содержит большое количество фермента уреазы. Это фермент, который расщепляет мочевину. И благодаря этому пятна и запахи даже от кошачьей мочи, даже если кот написал на диван, на кровать, неважно, прекрасно будет избавляться от мебели или вещи не нужны. Ну, слушай, но это значит, что-то невероятное. Потому что, ну, одно дело, когда уже там стерилизованные коты и кошки, у них нет запаха, а когда нет, это же просто ты заходишь в дом кому-то, и ты понимаешь, что здесь живет кот, и у этого человека большие проблемы. Ты хочешь сказать, что... Я просто, понимаешь, до сих пор не верю. Я помню, у меня в детстве были коты, да, один был нестерилизованный. Слушай, мы просмотрели тот пункт, когда надо было приучить его к лотку. Это был кошмар. Это была жизнь, кошмар. Мы его все любили, но это был кошмар в небольшой квартире. И вот реально, ну, не было такого средства. Не было. И мы не знали, по крайней мере. Вот сейчас американское средство Nature's Miracle, производство в Америке. То есть мы говорим о том, что он уничтожит запах мочи, даже кота, вот самая такая стойкая, неприятная, узнаваемая на все века. Вот он его уничтожает. Слушай, мне интересно сразу, знаешь, что понять? А каким принципом? То есть что мне надо сделать? Как-то развести, куда-то налить? Что? Может быть, уже конкретно поговорим об этом? Да. Есть несколько нюансов применения. То есть понятно, что для того, чтобы средства сработали, нужно использовать их правильно. Как это сделать? Ну, во-первых, средства Nature's Miracle нужно использовать до того, как вы применили другие продукты. То есть если вы купили какой-нибудь очиститель в супермаркете, то не факт, что средства Nature's Miracle подействуют. Это важно внимание сейчас. Да, это очень важно, потому что продукты, например, на основе хлора, чистящие средства, они закрепляют источник запаха, закрепляют загрязнение, и потом ни одно другое средство его удалить не сможет. Поэтому если мы, например, купили, не буду называть бренды, нанесли на поверхность пятно, или там запах мочи зафиксировался, то да, здесь есть некий риск, что средства не подействуют. Поэтому сначала используем Nature's Miracle в первую очередь. Еще очень важный момент, и самая такая частая ошибка, которую допускают при использовании, средства Nature's Miracle должны проконтактировать с источником запаха или загрязнением. Так, поподробнее, да. Да, поясню, как это бывает. Ну, обычно, к примеру, да, там пресловутый диван и непослушный кот. Кот писает на диван, моча проникает в глубокую обивку. Да, да. Человек покупает средства, распыляет сверху на поверхность дивана, а запах не пропадает. Я понял тебя. Потому что средство не проникло глубоко. Несколько слоев. И сама-то моча прошла несколько слоев, а средство только сверху. Поэтому очень важно, вот если мы покупили с вами спрей, и для обработки мягкой мебели или сиденья автомобиля, нужно прямо открутить крышечку и залить средство на всю глубину проникновения мочи. Ну, или там другого-то бодросточного запаха. Слушай, сиденья автомобиля. У меня кошка-обесинка. Знаешь, я как перевозил ее к ветеринару, она орала в клетке, я ее выпустил из клетки, она посидела у меня на кресле, справа в пассажирском. Кошмар, ты знаешь. Осталось это пятно. Но я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, реально. Я не поехала в химчистку, мне жалко денег. Хотя нет, ну просто я забываю все время. Очень круто. Реально, вот в машине. Но вот тут важный момент, да? Не просто побрызгать, а потом говорить, мне не помог. То есть проконтактировать надо. Вылететь тогда, чтобы он прошел несколько слоев, и при контакте он уничтожит запахи. Круто. Ну и какое-то время тоже потребуется, не моментально, безусловно, поскольку ферменты, ну им нужно время, чтобы подействовать, может быть до нескольких дней, даже до двух недель. Но в конечном итоге запах удаляет. Причем я езжу по стране очень много, с семинарами, рассказываю про продукты, обучаю продавцов реализовывать эти средства. И слышу массу историй, очень интересных, то, как люди применяют средства Nature's Miracle. Это просто у меня уже целая копилка, потому что используют люди, да, не только на загрязнениях от животных, но, например, из самых таких вот прям трешовых, экстремальных, один мужчина мне сказал, что он использует свои обуви, потому что прекрасно убирает запах. Один, в общем, почему вспомнила, рассказывал рыбак, который у него там то ли он забыл какую-то рыбку, то ли она выпала откуда-то. Ну, в общем, его багажник провонял тухлой рыбой. И он говорит, что это была просто жесть. И вот как раз средства Nature's Miracle он залил на вот эту вот обивку и очень хорошо даже с этим таким тухлым рыбным запахом прыгался. Слушай, а вот это вот... А производитель знает об этом, что так люди используют? Самые американские производители? Ну да, безусловно. Они в США продаются средства в обычных супермаркетах, то есть как обычные бытовые очистители. Круто. Слушай, это очень круто. Ну, давай так подумаем. А вот все-таки ткань, она бывает разная у нас. Она бывает разных цветов. Есть такой уж момент, что я побрызгал, и у меня это пятно стало светлым, и у меня уже диван не синий, а с этим белоснежным пятном. Ну, это как от хлора, грубо говоря. Вот здесь какая-то... Есть такая проблема? Но в любом случае, какое бы средство вы не использовали, да, не только значит, любое, если вы покупаете какое-то средство в магазине, используете вот, не знаю, на мягкой мебели, на тканях, все равно нужно где-то проверить на светоустойчивость на незаметном участке. Ну это да. Да, в любом случае, потому что, ну, всякое в жизни бывает, да, безусловно. Но, поскольку в составе средств не содержится никаких агрессивных компонентов, то они очень, ну, щадящие, очень деликатно относятся ко всем тканям, и к диванам, к обивке. Почему? Мне, кстати, в свое время тоже вот из-за этого товарища чуть не пришлось попрощаться с диваном. Из-за альфа? Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 наговаривает на тебя миленький. Ну, он был маленький и глупый тогда. Наговаривает на тебя, мой хороший. Ты мой хороший. Он как раз после операции у меня был, я его приучу, ему было 5 месяцев, и после операции он учет ходил от наркоза, я его положила по глупости своей на диван, и он описался, скажем по-русски. И чего, мы тебя не ругали. Но самое интересное, что потом он как бы подходил к этому дивану, нюхал постоянно именно вот это место, хотя там вроде бы я и протерла, и промокнула, и все, но нет. Нюхал это место и поднимал там лапу. И это продолжалось. Я думаю, все, надо избавляться от дивана, но мне, кстати, помог вот как раз Урин Дестройер, я вылила прям целую банку вот этого дивана, и, собственно, проблема исчезла. Ну, закрыл дверь, у меня сутки там, может быть, чуть больше простояло, комната закрыта, и все, и запах пропал. И он не подходит туда? Да, он подходит, но он не нюхает, и уж точно не делает больше так, как делал до этого. Да, он ходил туда, потому что чувствовал этот запах. Конечно, да, запах мочи, он оставлял эту метку, перемещал. Всегда сохраняйте чек, кто-то пишет, что чека уже нет, купил в конце декабря, и так далее, и так далее. Ребят, мне интересно, слушайте, а вы кого, кто нас смотрит сейчас больше, кошатники или собачники? Да, собачатники, собачатники, да. Просто интересно статистику подвести, я кошатник, 100%, я люблю собак, но у меня всю жизнь были кошки, сейчас есть кошка, впервые, кстати, кошка, всегда коты были. Да, а вы, ну, может, у кого-то нет, но кто-то тоже любит больше кошек и собак. Давайте некую статистику подведем, и, может, конкретнее о чем-то поговорим уже, о проблемах. У нас все уже с этим, с нашим альфиком, да. Итак, хорошо, иди кушай, иди ему хороший мальчик. Смотрите, значит, давай еще раз-то подведем итог вот этих трех средств, да. Значит, что я запомнил? Вот это энзематик формула? Это универсальный уничтожитель. Универсальный. То есть, кому его можно рекомендовать? То есть, если у вас просто какие-то бытовые повседневные загрязнения, ну, там, не знаю, пятна от еды, пришли гости, там, разлили вино, не знаю, там, порезались кровью, где что-то испачкали, не знаю, вот просто на каждый день, то вот это вот идеальное средство, оно просто должно быть must have, мне кажется, в каждой семье, в каждом доме. А если у вас есть какие-то такие более въевшиеся загрязнения, либо у вас там много мягкой мебели, ковров, тканей, на которых вот остаются вот такие загрязнения, то лучше взять Orange Oxi, Oxi-формулу. Вот она, да, ну и красная. То есть, если вам нужно удалить прям такие суперстойкие въевшиеся пятна и запахи, вы там, не знаю, кот писал на диван там три года или вот что-то из этой серии, то здесь уже мы берем усиленную форму. То есть, то самое такое мощное средство в линейке, это прям такой терминатор в мире уничтожителей. И у Ring Destroyer, ну, это если у нас как раз проблема с пятнами и запахами от мочи. То есть, это маленькие дети, это коты, собаки, которые не приучены к туалету, либо если вдруг так случилось, потому что бывает, что животное заболело или еще что-то. И вот, да, такое тоже случается. Слушай, интересно, что здесь, вот просто, чтобы я понимал, да, вот написано, что-то для кошек, что-то для собак все-таки. Потому что мы говорим, что универсально-инверсально, но есть все-таки деградация какая-то, да? Да, они делятся на средства для кошек и средства для собак, да, то есть ты совершенно верно заметил, даже вот на оксиформуле тоже, видите, нарисована кошка и нарисована собака. Но, по сути, средства, они практически одинаковые, то есть для кошек и для собак. В чем разница? В том, что в средствах для кошек добавлено чуть больше уриазы. Это фермент, который щепляет мочевину. Поэтому, если у вас, например, есть кошка и собака, и вам нужно одно средство купить, то лучше купить средство для кошек, оно немножко посильнее в плане уничтожения кошачьей мочи. А так, собственно, они не сильно отличаются. Просто кошка моча более концентрированная, поэтому для того, чтобы ее удалить, уриазы нужно больше. Это наносится такой пшикалкой, да? Да, с распилителем. А вот такой вот урино-дестрой, он просто как разливается. Его не надо бодяж там с водой? Нет, нет. Ну, их не надо развалить, ты готова формула, да? Почему урино-дестрой сейчас такой крышечкой? Потому что для того, чтобы моча, как правило, не на твердых поверхностях, как правило, это либо диван, либо мягкое мебель, и по-любому нужно заливать. А главное, работает или вернем деньги? Ребята, вот на этот сайт заходите, если не помогло, прикладываете чек, вам возвращают деньги на мобильный телефон или на карту? Ну, там можно выбрать, кому так удобно. Вы представляете, вот какой производитель чистящих средств, ведь все очень субъективно, гарантирует возврат денежных средств. Вот, вот, Natural Miracle, это американский бренд, американского производства, вот с Америки к нам приходят, это же круто, конечно, ты знаешь, редко встречаешься с такими заморскими брендами, это интересно. Так, но помимо этого у нас еще есть что-то, давай об этом расскажем. Да, у нас есть корректоры поведения. Так, звучит устрашающе. Они помогают влиять на поведение своих животных, влияют на поведение питомцев, немножко корректировать это поведение на инстинктивном уровне. То есть, они не являются какими-то жесткими средствами, не терроризируют животных. Да, потому что первое, что возникает, извини меня, знаешь, как-то, что моя кошка теперь будет скрученной головой ходить, или что произойдет? Так, ну-ка, расскажи. Потому что эти средства, они не вредят животным, они влияют на их инстинктивное восприятие реальности, если так можно выразиться. И, например, основные два продукта, это вот средство против повторных меток и средство антигодин. То есть, они помогают отучить кошку или собаку, оставлять метки в неположенном месте. Как они работают? Ну, во-первых, в составе есть те же биоэнзимы, которые убирают источник запаха. И поэтому, если собака или кошка проходят мимо своей метки и не слышат ее, у нее не возникает желания переметить. Потому что, как обычно бывает, если собака или кошка пописывала на одно место, она будет писать туда и дальше. Убирают запах, соответственно, повторное желание переметить не возникает. Но часто животные продолжают метить просто по привычке, потому что они привыкли это делать в этом месте. И здесь в составе еще содержатся масло, лимона и корицы. Запах этих мастер не нравится кошкам и собакам. А животные, как устроены, они не будут метить то, что для них неприятно. Поэтому, если для них этот диван или эта стена пахнет вот так вот неприятно, они не будут оставлять свою метку здесь. То есть, если он пометил диван, значит, он ему нравится. Можно обратно еще немножко нить. Хороший диван надо брать, как говорится. Хорошие сапоги надо брать. Ага, я понял. То есть, помимо того, что мы уничтожаем запах, изначально, например, урины, мы добавляем туда некий ароматизатор корицы, ты сказала? И лимона. И лимона. И он неприятен для животных. Но он не то, что влияет, он не отпугивает, он не отпугивает, просто неприятен. Именно, и это называется корректор поведения. Вот на этом уровне он действует. Да, да, беззонно. Ну, и на корректор поведения гарантия возврата денег у нас не действует, потому что все-таки коррекция поведения, в принципе, на него влияет огромное количество факторов. Частность, например, состояние здоровья животного. Часто, как ведет ветеринарный врач, за свою практику, очень часто встречаюсь с тем, что кошки, например, владельцы приходят с кошкой или собакой с проблемой того, что там, не знаю, кот забыл, где у него лоток, забыл, куда надо ходить, в туалет. Ой, это огромная проблема вообще, да. А потом оказывается, что у него начинается начекаменная болезнь, либо там цистит и так далее. Поэтому тут как бы, ну, коррекцию поведения важно проводить, ну, там, с разных сторон, ввече, в причину основную. Поэтому здесь, к сожалению, не гарантируем возврат денежных средств, мы гарантируем только это на уничтожение пятен и запах. А коррекция поведения, это уже очень такой многофакторный вообще момент, поэтому... Понятно, логично. Да. И что еще есть из корректоров? Есть очень крутой такой, наверное, вот он, да, успокаивающий спрей, только у него тоже вот раздействует акция. Он действует только на кошек, но собак, к сожалению, не действует, но он прекрасно успокаивает кошек. Да, успокаивает? Очень круто использовать, да. А если, например, вы едете с кошкой к ветеринару, не знаю, к вам приходят гости, а кошка их боится. Клоферин такой. Нет, вот как раз разница в том, что в этом средстве нет никаких наркотических компонентов, там содержатся феромоны, кормящие кошки. Да, феромоны. Да, когда они слышат этот запах, они успокаиваются, материнский такой запах. И содержатся экстракты трав, успокаивающие, поэтому, когда кошка слышит этот запах, она становится более спокойная, расслабленная. И при этом мы можем использовать, например, это средство, когда едем к ветврачу, потому что вообще перед приемом нельзя использовать никакие успокаивающие, синдативные продукты. Ну да, потому что ветврач может и анализы взять, и какие-то свои препараты сделать. Поэтому такое мы использовать не можем, а вот средства на основе феромонов и трав, да. Мы просто распыляем вокруг кошки, либо на переноске. А, хотелось спросить, да прямо в лицо это самое? Не обязательно в лицо. Нет, 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 просто вокруг кошки. Можно в салоне автомобиля. А, все, все. Ну мало ли. Представляешь, в салоне автомобиля у меня феромоны, кормящие кошки? Человек не слышит. Ты можешь, Матрик, побрызгать флакончик, но этот запах ты не поймешь. Слушай, смотри, короче, кошек больше, кошатников больше, хотя вот есть у кого-то овчарка, у кого-то полукелли. Полукелли есть такая порода? Или полуколли, может? Полукелпи. Полукелпи. Ну извини, мало ли, но я не знаю, кто такой полукелпи. И спрашивает, совсем натуральные средства, интересно? Можно я посыпать чуть-чуть? Надежда, можно? Да, да, можно. А он долго останется, а то у меня кот потом... Ну, я думаю, что он услышит запах, когда придешь домой. Нет, подожди, какой-то запах есть. Какой-то запах есть. Ой, зацепил за лапкой, лапкой видишь, зацепилась? Когтем зацепилась, альфик у нас бедненький. Ну, слушай, ну, ну почти нейтральный запах, но не, ну что-то я чувствую. Кстати, давай почитаем, смотри, написано. Натуральные успокаивающие феромоны и растительные экстракты безопасно-эффективно уменьшают беспокойство кошки, помогают минимизировать воздействие стрессовой ситуации, не обладают седативным действием. Вода, растительные экстракты, экстракт цветков, экстракт семян растений, эфирные масла, пропилен, гликоль, дизодинил, мочевины, что-то такое, полирабен. Чему хорошо? У нас, Альф, все, беги-беги-беги. Альф нервничает у нас немножко. Очень смешно это делает. Вы не слышали, да? Так, в общем, вот такое. Рекомендуется перед стрессовыми ситуациями. Немножко обрызгал и забыл. Ну, то есть такого средства на богу довольно-таки хватит, я смотрю. Да, безусловно, конечно. И у меня, на самом деле, очень много таких интересных историй с этим продуктом. Слушай, а вот, знаешь, пишет, пробовала средства от пятен мочи, на ковре не сработало. На ковре почему-то сработало. Чем может быть связано, как ты думаешь? Может быть, связано с тем, что недостаточно глубоко залили. Если мы обрабатываем ковер, то обязательно нужно обрабатывать и пол под ковром. То есть, прям пропитывать ковер. Короче, ковер насквозь должен пройти. Прям насквозь с этим средством должен пройти. Ну, плюс, если до этого ковер обрабатывали каким-нибудь средством из супермаркета бытовой химии, в частности, например, с хлором, то в этом случае тоже можно помочь. Я уже рассказывала, да, что остатки средства, которые мы до этого использовали, могут униктивировать ферменты либо закрепить сочный запах или пятно. Скажи мне, пожалуйста, ты как ветеринар, психолог, что делает сейчас Альф? Ему нравится наш ковер, он нас всех хочет придавить, придушить тут. Он строит себе гнездо. Строй, строй. Я абсолютно так же дома делаю, понимаешь, по выходным строю себе гнездо на диване. Строй мой маленький, мой хороший. Ты чувствуешь феромоны кормящей кошки, наверное? Да. Елена Егорова, какой смешной Альфик, говорит, да, действительно, ребят, Альфик у нас идет сейчас по скидке хороший. Можно забрать на недельку его себе. Да. Значит, один из товаров, о которых мы сегодня говорим, вот, заявлено с хорошими предложениями. Это Америка, чисто Америка, американский бренд. Кстати, ну, во всех странах, наверное, во многих странах продается, да? Практически, да, в разных странах мира, да. А каждую можно дополнительно прочитать, но если что-то будет непонятно, полистать, почитать. Я, кстати, прочитал отзывы на Озоне, очень хорошие отзывы, на самом деле, действительно, популярный довольно-таки товар. На все есть предложение, час после того, как мы перестанем Ну, хорошо. Значит, давай еще раз тогда. Об этой категории я понял. Вот мы сейчас поговорили о двух категориях товаров. Первое, это антикотин, наверное, как это называется, средство уничтожения пятеных запахов, не позволяет животным вновь их пачкать. Уничтожает старые, глубоко въевшиеся пятны, неприятные запахи, а также безопасно оттучает вашего питомца, повторно метит или пачкает обработанное место. Оставляет аромат лимона и корицы. Вот именно поэтому. Не наносить непосредственно на животное. Американцы написали, что-то в Америке нанес. Наверняка. Это точно. Причем я даже боюсь подумать, на какие места. Бедная кошечка понимала, что делать этого не надо. Это два средства, просто от собак или от кошек. Ну, градация. Одна средства для собак, другая для кошек. Опять-таки повторю, что средства для кошек просто чуть больше уриазы, фермента расщепляющего мучевина. А так, по сути, они одинаковые, потому что у кошек и у собак, в принципе, физиологи очень похожи. Сказали, есть для кошек и для собак. В чем отличие? Это мы рассказали, да, средства для кошек чуть больше фермента расщепляющего мучевину, потому что у кошек более концентрированная муча. Делала в ванной, пропитывала достаточно, держала даже больше, чем надо. Она говорит про ковер свой. Может быть, до этого чем-то попробовал сделать, поэтому только не сдержалась. Видишь как. Возвращают деньги, проблем нет, понимаешь? Чек приложили, написали на сайт, вернули деньги. За это заточен этот бренд. Кстати говоря, из чистящих средств вообще не слышал до этого. Слушай, ну вот это вот, наверное, действительно, хороший. Вот такой надо взять всем, у кого есть кошки или собаки. В принципе, пускай у вас будет, это очень круто. Ну, наверное, обо всей линейке мы поговорили. Да, и кстати, мы можем продемонстрировать сегодня. Альфа используем. Да, как работает. Альфа мы использовать не будем. Альфа мы использовать не будем. Ты мой хороший. Тем более, он же взрослый, больше никуда не писает, куда не надо. Он загрустил от этого. У нас есть вот некий напиток, не знаю точно, что это, казалось бы, да, какое-то темное стекло. Слушай, вот такой вот электрический штопор, кстати говоря, стал популярным, я его второй раз в жизни выжил. Второй жизнь. Не надо даже снимать эту штуку? Да нет, можно так. Я буду делать это первый раз, поэтому руки не из того места и комментарии не принимаются. Значит, так, я правильно говорю, вот так ставим, попробуем, нажимаем. Он туда проникает. Ребят, а вы видели до этого, да? Видимо, уже все. Теперь, что? Нет, что проникает? Ой, я не туда попал. Надо просто прям до конца, до конца. А, на конца, до конца. Ё-моё, как все это страшно, ребят. Пока он не загорится красненьким. Кто загорится красненьким? Он, вот. О, загорелся. Все, назад, теперь наверх. О, обалдеть, вот эта штука, вы посмотрите. Ё-моё, ребята, вот эта шармана, говорит моя тетя. Шарман, так, все-таки надо было, наверное, это снять, чтобы было. Так, зачем мы открыли сей напиток? Мы продемонстрируем, как быстро и легко удаляются пятна с помощью средств Нэш Мирикл. Если ты мне еще подошла, подошла, будет здорово. Обычная белая тканевая с фалфеткой. Отдаю тебе. Очень крутая, очень крутая штука, Наташа Годунова написала. Наташа, привет, кстати, давно не появлялась ты в чате, очень приятно тебя видеть. Так, давай. Берем напиток, который ты открыл, не будем его звучать. Сделаем небольшое пятно, вот мы видим, красное пятно, средство Нэш Мирикл, перед применением его нужно обязательно штрихнуть. ты сейчас берешь самое вот простое, да? Да, самое простое, это базовое средство на основе фермента, средство на каждый день и наносим хорошенечко на пятно. На альфа аккуратнее наносить. Нет, на альфа, да, давайте на столе это сделаем и мы видим, как фактически на глазах пятно пропадает. Обалдеть, ты знаешь, я вдохновился тем, что ты сказал, не обязательно у кого кошки, собаки, можно использовать как чистящее средство в быту. это же просто огонь, ребята, это расширяет границы его до бесконечности. Ну, кой, ты посмотри, сколько напитка израсходов, это мы только-только нанесли. Посмотри, да? Ну, слушайте, это очень круто. Потом просто простернуть, ну, мы даже сейчас этого делать не будем, но уже мы видим, как пятно растворилось. Да, пятно растворилось, стирать, в принципе, даже его не нужно, главное подождать, пока оно полностью высохнет. И, собственно, да, и вот на самом деле в быту очень хорошо эти средства пригождаются. Мне, например, как раз вот универсальный мечтожитель спас любимые шорты. Да? Да, мы были в отпуске в Таиланде, упали с мотобайков, и они были все такие зеленые в траве, я думаю, что все. Слушай, и траву тоже, реально? Трава, это просто бич, трава это бич. Вот, и с помощью средств, значит, в Мирку привезла их в Москву, залила средством, и все удалили. То есть, они даже пролежали, ты не сразу это сделала? Они пролежали, они лежали еще дней, наверное, может быть, восемь дней. А ты что, в Таиланде не берешь с собой средств? Нет. Ах, какая ты, Наташа. Где твой патриотизм? Понятно. Слушай, а манжеты на рубашке? Да, Ну, если они не в мазуте, не в бензине, то оно любые органические средства пятна запахи удаляет. Круто, на глазах пропало пятно, правда, круто. Алеша Смирновна писала, обалдеть. А вот у кого-то кошка все равно гадит даже после обработки. Как думаешь, с чем может быть связано? Надо проверить здоровье кошки в этом случае. Ну, конечно. У кошек часто мочекаменная болезнь бывает или хроническая почечная недостаточность. Поэтому, если кошка куда-то писает мимо лотка, обязательно нужно проверить ее. Слушай, а ты вообще как часто рекомендуешь к ветеринару обращаться? Все-таки это надо или если нет проблем, лучше не обращаться? Ну, конечно, как ветеринара-врач я рекомендую обращаться. Обращаться, да? Потому что все равно часто владельцы замечают проблему тогда, когда она уже очень сильно усугубилась. И когда уже достаточно поздно бывает. Слушай, извини, вопрос параллельно. У меня кошка вот, я после года прививки не сделал. И надо сделать? Надо сделать. Потому что кошке мы можем принести инфекцию на обуви своей. Серьезно? Да, безусловно. А если она гуляет, например, на даче, то она может... Шанси готовься. Скоро я тебе привью. А я пропустила. Покажите, как пятно исчезло. Ну, уже, уже мы можем еще раз перспективить. Давай еще раз, давай новое. У нас только открыли только напиток этот, понимаешь, чудный. Еще салфетку в студию. Еще салфетку в студию нам дайте. Мы готовы. Мы готовы, ребята. Итак, сегодня рассматриваем Nature of Miracle. Это американский бренд американского производства категории уничтожения любых пятен и запахов от домашних животных, ну и вообще от бытовых каких-то загрязнений. уничтожает глубоко, проникает. Плюс еще и средства на биологическом уровне, которые препятствуют дальнейшему гажению не туда, куда надо. Посмотрите, как пятно автоматически убирается. Она просто распределяется. Вот видите, уходит. Ну, здесь я наношу довольно-таки много средств, потому что нам нужно быстро результат показать. В принципе, его так в таком количестве его столько не нужно. Здорово. То есть, можно и на одежду, да? Да, конечно. А от уничтожения запахов какое средство в ботинке? В ботинке лучше биоремидин. Это как раз универсальный и прекрасно подойдет для этих целей. Слушай, а как ты думаешь, а вот часто иногда в туфли кошки, знаешь, прямо на уровне анекдота уже, в туфли, вот можно обувь обработать? Да, можно, конечно. Нормально, да? Да, без сон, но в обувь, это довольно-таки частая история. Поэтому да, обувь можно. Слушай, а вот для профилактики, мне интересно, подстилку, на которой лежит животное, пусть она оттуда не гадит, но все равно, если это чистяще, значит, уничтожаются какие-то бактерии, какие-то вирусы и так далее. Можно обрабатывать? Вирусов и бактерий нет, потому что это не дезинфектант. Нет, это средство как раз против органических молекул, но подстилки животных достаточно часто обрабатывают, просто потому что они порой начинают пахнуть, особенно собачьи подстилки. Да, да, они забирают у собак запах, и они начинают пахнуть все своеобразно, поэтому подстилки обрабатывают очень часто. Многие стираются средствами Nets Miracle, просто его можно добавить либо предварительно обработать перед стилкой, либо добавить вместе с стиральным порошком в барабан стиральной машины, и таким образом эффект после силы будет значительно лучше. Покажи немножко фотки кошек, вспомним на этих милых лиц, смотри, какая ласточка, как наш Альф сейчас, устроил себе гнездышко, разрыл нам диван, и все, здесь кошечки, о, я не понимаю, они такие дурашки, не могу, все, я просто тащусь от них, понимаешь, такие самонадеянные, а вот это дружба. Кстати, у тебя кошки-собаки дружат? Ну, скажем так, у меня со второй собакой они дружат, а Альф, он ни с кем не дружит, он просто вредный, и они друг друга терпят, живут вместе, спят вместе, но так, без особой любви так, скажем. Альф-звезда написал, Колин написал, у вас собака сломалась? Сломалась, сломалась, но тело-батарейка просто у собаки. Не то, чтобы, да, да, Альф-звезда, да, да, но пускай-пускай отдыхает, на самом деле, это здорово. Так, скажи мне, пожалуйста, а вот я вернусь к вопросу подстилки, собака или кошка не перестанет туда лежать на ней? Нет, они никак не раздражают, их запах не раздражает ни как собак, поэтому нет, не перестанут, конечно. Ну и еще раз, давай немножко о составе, именно все-таки уничтожение запахов, для меня, по крайней мере, да, это сложный химический процесс, поэтому мы привыкли к тому, что огромное количество различной химии, состав это химия, вот здесь, что производитель делает, при помощи чего все-таки происходит уничтожение запахов? Здесь как раз, ну и вообще изначально, да, я уже рассказала немножко про историю Средс Нэшсмерикл, они разрабатывались для детских, дошкольных учреждений, поэтому... Ты рассказала? Серьезно? Да, в начале говорил. Я пропустил, я был занят альфом. Да, извини, так хорошо, давай еще раз тогда, да. Вот, поэтому, собственно, ну, было важно, чтобы они были безопасны, и вот в их составе содержится ферменты, ферменты это то, что есть у нас там с вами в желудке, например, для переваривания пищи, они расщепляют белки, жиры, углеводы, то есть всю органику, и вот когда мы наносим на загрязнение, определенные ферменты начинают работать. То есть если это мочат, начинают работать уриаза, если это белки, протеазы, жиры, липазы, и полностью удаляют все загрязнение. Если же мы говорим... Ну, и часто есть работа на основе кислорода, активный кислород – хороший окислитель, поэтому он помогает убирать и источник запаха, и загрязнение, причем вот средства оксиформула и усиленная формула за счет того, что в составе содержится активный кислород, они еще освежают цвет тканей, цвет диванов, ковров, позволяет им как бы выглядеть новее. Спрашивают, а воняет? Лиль, что воняет конкретно? Альф? Я? Или какой-то из этих средств? Что именно? Потому что средств у нас много. Если мы говорим о чистящих средствах, не знаю, кстати, сейчас попробую. Если мы говорим об этом, я просто понюхал, и знаешь, такой приятный запах корицы, я думаю, странно, а потом вспомнил, что именно этот запах как раз и отпугивает с лимона. Вот этот... Ой, слушай, как аккуратненько, приятно. А это средство, которое ты держишь, это средство против царапания. Оно как раз встречает кошек царапать поверхности, которые они не должны царапать. Именно вот этим же принципом. Мебель, да-да-да. Содерживает в своем составе как раз тоже масло лимона и корицы, потому что, когда кошки царапают, они таким образом оставляют свои метки. У них на подушечках лап есть определенные железы, которые выделяют секрет, и они царапают предмет, так же, как дикие львы царапают деревья, оставляя секрет в подушечках своих лап, оставляя таким образом метку. И вот здесь тоже отпугивающие компоненты, которые препятствуют царапанию, и плюс масло лимонника, которое нейтрализует секрет вот этих подушечек лап. Поэтому у кошек пропадает мотивация царапать диваном, это сносит неприятно. У них на лапах есть такой... А когда они по нам бегают, тоже оставляют? Да. Серьезно? Да. Вот так вот. И у них еще на мордочке есть железы, поэтому, когда они подходят и трутся вот так вот мордочкой, а человека, они... Ой, моя трется, шанс, какая лапочка. Отметят себя своим запахом. Мне интересно, что сам производитель пишет, я тебе верю, конечно, давай посмотрим, что американцы пишут. Значит, эффективное средство, отучающее от привычки царапать вещи, нейтрализует запах секрета подушечек лапоши, которые выделяются при царапании и тем самым отбивают желание повторять заточку когтей. Кроме того, средство содержит натуральные репелленты, запах которых не нравится кошкам, и они перестают царапать обработанный предмет. Применение, предприменение, хорошо встряхнуть, распыляем средство на поверхность или предмет, о который кошка точит когти. При необходимости повторить. Ну, то есть, вот диван нет, обработал немножко, все. Да. И, Андрей, мы не ответили на вопрос, который вы получаете про запахи. Про запахи, да. Что касается универсального уничтожителя, то у него очень, ну, я думаю, ты можешь понюхать, очень легкий такой мыльный запах, в принципе, Леня, сейчас ответим тебе, Леня, сейчас ответим. Абсолютно, абсолютно нераздражающий и ни человека, ни животного не раздражает. У, ну, да, довольно нейтральный запах. Да, да. Ну, такой запах чистоты, знаешь, классической чистоты, ну, реально. Так, хорошо, у него все равно, да. Оксиформула обладает таким цитрусом, легким цитрусовым ароматом. А, ну-ка, мы как духи с тобой, знаешь, услышали аромат цитруса. Подожди, ну, я чувствую запах, это уже хорошо в нашем современном мире. А, да, да, что-то такое свежее какое-то есть. Ну, ну, типа... Да, свежий такой цитрусовый аромат. Интересно, интересно. Ну, и у сильной формулы ну, тоже запах такой легкий, чистящий, как бы, скажем так. Легкий чистящий. Давай, давай. Все, надо понюхать. Они не раздражают ни животных. Рюмочка, принесите мне. Что, что, ребят, так не делайте. Это цитрусовые роды? Нет, это не цитрусовые, это легкие мыльные. А, да, да. Запах чистоты, так скажем. Да, ну, нормально, аккуратненько. Да. Аккуратненько. Слушай, смотри, если я обработал, например, ну, там, что-нибудь, пол, мне надо потом перемыть это водой? Нет, нет, это средство испаряется и они не требуют смывания, в общем-то. Итак, еще раз. Красный, это когда у вас уже прямо все, беда-беда, все застарело уже прям. Давно, да. Очень давно, да. Несколько поколений, может быть, этот диван использует уже. Да, вот это красный для самых сложных моментов. Вот, оксиформула, это для средних, да, наверное? Средних загрязаний? Да, да, более въевшиеся, как бы, не то, что мы только-только, только-только образовалось и мы сразу обработали, а оно уже постояло. А для повседневных загрязнений больше подходит универсальный уничтожитель. И говоря об этих чистящих средствах, ребят, тут спрашивают, если дети наделали, это средство можно использовать? Да, конечно. Ну, смотря, что наделали. Если речь о моче, то лучше уриндестрой использовать, безусловно. На детской моче прекрасно работает, спасало не одно поколение из семей. Ну, а если просто это повседневное загрязнение, еда, да, знаете, здесь любят оставить на обоях вот эти жирные следы там от рук, от пищи, еще от чего-то. Тоже поможет? Да, безусловно, конечно. Слышно. Потому что приходят гости. Грязные гости эти своими грязными ногами, лапами, троги. Я понимаю тебя, да. Вестеприимно. Наташа у нас, да, да, да. Смотрят друзья ее, ребят, знаете, что она потом после вас все протирает. Правильно? Правильно. У меня, например, вот я помню такой достаточно яркий случай, который мне запомнился, применение, когда у меня было новоселье, ко мне приехала сестра, помогала там резать сыр на кухне, а у меня там светлые-светлые, там практически белые обои. Умно было, она порезала палец. Порезала сильно, испугалась, начала так трясти рукой. В нее разлетелись на обои в брызгой крови. Я такая в ужасе спасать сестру или обои. Но обои спас как раз на Ищем Мире. Это прям вот тоже буквально как эксперимент, который мы сегодня провели. Наносишь обои тут же все уделяется. Видали, да, как мы напиток испробовали? Ну окей, если хотите, потом повторим. Слушай, я только включила. Про бренд что-то первый раз слышу, можете еще раз рассказать. Правда, давай. Интересно. Nature's American приводится как чудо природы от английского. И позволяет нам собственно любые проблемы решать. Ведь у нас есть дома животные в частности. Позволяет убирать все пятна и запахи органические от животных, от детей, от пищи, от гостей, как мы выяснили. Ну и также корректоры поведения, которые позволяют влиять, воспитывать свое животное, не имея кнута и пряника, а все-таки объясняя ему на его языке, так скажем. Корректоры, которые с ароматом корицы, лимона, да, вот именно эти. А ароматом корицы, которые позволяют отучить, например, метить, успокоить животное. В общем, корректор поведения. Если у вас супруг плохо себя ведет, скорректируйте его. Вот ему можно прям в лицо, понимаете, он поймет, что больше так делать не надо. Шучу, шучу, шучу. Это моё субъективное мнение производителя, я мне не говорила. А то сейчас с Америки позвонят. И страна производства и бренд это США. Соединенные Штаты Америки. Это Америка. Классно. Не пахнет, когда высыпает, запах ненавязчивый. Татьяна Петрухина пробовала, говорит, ну круто. Да, действительно так. То есть, мне нравится, что потом не надо ничего обрабатывать дополнительно. Ребята, кстати, это реально круто, даже не тех, у кого есть кошки и собаки, реально повседневной жизни. Если мы говорим, например, на кухне, опять-то задала эту тему, ну хорошо, там сыр вырезали. А если мы режем какую-нибудь там рыбу, да, там селедку и так далее. Мне, кстати, вот деревянная доска, которая впитывает в себя запахи, могу я обработать? Да, конечно. Тоже пропаду. В отличие от той же бытовой химии, которая в супермаркетах продается, здесь очень хороший безопасный состав, поэтому да, можно, но потом сполоснуть перед следующим применением, да, конечно. Запах хочешь убирать, единственное, что нужно постоять, поскольку все-таки это пористая поверхность дерева. Мне постоять, не садиться. Хорошо, ну ладно, средство постоять. Диспозиция нужна, то есть мы нанесли, подождали какое-то время, ну и после уже смыли просто средство, да. Круто, ребят, цены очень хорошие, посмотрите, на все есть скидка, ну я тебе могу сказать, они в принципе и так доступны, реально, хоть они американские, все равно они доступны, но сейчас, по-моему, приятный бонус, те, кто ни разу не пробовал, закажите, попробуйте, скиньте в корзину, ну например, уничтожитель пятен и запахов от мочи, кстати, его у нас нету. Есть, вот их две шутки. А он просто здесь какой-то другой с ручкой такой какой-то, ну здесь у нас представлен, нет? Видимо, старая фотография, нет? А, ну может, вот он, вот она, вот она новинка, сейчас новая у них такая упаковка, он стоит на 41% дешевле, смотрите, заходим, все о нем читаем, все, что есть, дополнительно смотрим, как пользоваться, все тоже написано, кидаем в корзину, реально, 400 рублей скидка. Про акцию работать или вернем деньги, про гарантию возврата средств. Если что-то происходит не так, и вы понимаете, вот на этот товар, вот видите, где написано, на чьи тищи средства и так далее, работает или вернем деньги, просто прикладываете чек, вам возвращаются деньги на мобильный телефон, ну как выберете? Ну, на самом деле, если уж мы про цен начали говорить, то мне Nature's Miracle спас, сэкономил довольно много денег в свое время, во-первых, вот эта история с диваном, которую я рассказывала, с диваном, конечно, даже химчистка дивана, по отзывам в интернете с такими загрязнениями, как моча, например, вот, и в той химчистка дивана стоит там в среднем от 2,5 тысяч рублей. Здесь как бы средства стоят гораздо дешевле и использовать их гораздо проще, они эффективны, да, причем еще и там гарантия возврата средств. Они экономят массу бытовой химии, другой, которые мы покупаем, да, потому что они на любых поверхностях работают, на твердых, на мягких. Круто, слушай, а, например, там пол протереть, добавить, например, ведро. Ну, я думаю, в этом особо не имеет смысла, потому что, ну, вряд ли у нас пол весь там в кошачьей моче или в чем-то еще. Ты не знаешь наши дома, ездишь по стране, обучаешь, ничего. Нет, да нет, я сейчас, я уже, я уже даже забыл, что это о собаках и кошках, я уже начал думать обо тобой жизни. Ну, реально, если растительные хорошие компоненты, если все уничтожает, если уничтожает, извини меня, запах мочи кошки, нам вообще других запахов можно не беспокоиться, ну, это реально удобно. А, да, вот такие вот подушки, диваны сложные, в автомобиле, кстати говоря, кресла различные, которые нужно химчистку носить, сложно. На дачу многие свозят туда уже старые матрасы и диваны, но тоже вот очень важно. У меня коллега, кстати, рассказывал, прости, что прибываю, рассказывал коллега, как он ехал на презентацию, у него, Нечас Меркл, естественно, тоже был в машине, купил то ли какой-то бургер, то ли какой-то хот-дог, у него соус на свитер брызнул, да, и как бы вот уже, ты не отмоешь, да, в таких условиях в машине, он нанес тебе средства, пока он доехал, естественно, пятно удалил, и мы видели, как быстро они работают, поэтому, да, и фонс он приехал красивый на презентацию. Давай, Наташ, не зря мы открыли этот напиток, еще раз покажем, слушай, а правда, вот я, смотри, в белой рубашке веду, да, вот сейчас бы, в середине где-нибудь эфира, или там, вначале, в первых, рубашки? Давай. Да нет, мне сложно будет налить на эту рубашку. Наташа! Устроим душ. Слушай, обалдеть, ребята, давай делаем, давай делаем. Ну, если нет, все, закрываем эфир. Подложим, чтобы еще и джинсы тебе не искать. Давай, я даже встану. Давай. Да, где мы не нальем на диван ваш, ребят? Что я наделал? Простите, я на работе, не употребляю. Так, ну, поинтересно. подложи только эту штучку, чтобы тебе на джинсы не намочили, в таком месте пикантном. Побольше, побольше, чтобы точно наверняка. Нет, теперь нужно подождать, но пройдет. Ребята, ждем, ждем. Я точно переодеваться не буду, никакого монтажа, все нормально. Не, ну, круто, когда можно так протестить, на самом деле, и для скорых, вот таких вот случайных, и непростых ситуаций, но это же прям, это же прям огонь, спасение. Так, чуть-чуть подождем, чуть-чуть подождем. Кто-то пишет, что у нас в другом магазине сетевом, он стоит, ну, чуть подороже, сейчас скидки хорошие, реально. Это правда, да, он продается в сетевых, ну, или в сетевых, в любых зоомагазинах, практически он продается, вот, но на зон, просто очень хорошая цена. Да, на зон сейчас доступная цена, это оригинальное производство, американское, прям приехало к нам из Америки. Слушай, круто, молодцы, молодцы. Смотри, смотри, почти все, ты видала? Ой, какая красота. Слушай, я куплю для одежды пятна выводить, понимаешь, это очень ценная вещь на самом деле. Но это здорово, особенно у кого застарелые уже пятна есть, и застарелый запах, с которым они не могут справиться, мне кажется, что это прям важно, это прям важно. Для застарелых рекомендуем красный, да, это совсем сложные пятна запахи, старые въевшиеся, для, ну, такие более, ну, просто не совсем старые, можно использовать оксиформулы, для повседневных загрязнений мы используем универсальные. Так, а вот эти вот три, извини, они просто разными по названиям, мне показалось, что мы не все прошли с тобой, или мне показалось так? Здесь, ну, помимо этого, я еще привезла вот средства против сарапания, мы про него рассказали, и приучающий к туалету спрей, он позволяет приучить собаку ходить в туалет, здесь только на собак, не на кошек, ходить в туалет в определенном месте, то есть, условно, вы взяли щенка, он у вас не приучен к пеленке, что обычно рекомендуют заводчики, если щенок пописал где-то на номинат, взять пеленку, промокнуть и дать понюхать вот это вот пятно, запах от мочи, чтобы щенок начал ходить на пеленку, но моча у щенков не такая концентрированная, поэтому не всегда это работает, а вот это средство, оно содержит, оно обладает таким специфическим запахом, похоже чем-то на, на там, ну вот, всеобразный запах, как в зоопарке, примерно пахнет, он не очень резкий, но при этом, животные воспринимают его, как стимул делать свои дела, пометить это место, поэтому очень быстро, щенки к пеленке приучаются, потом у нас, как бывает, у нас мы щенка принесли, пока период вакцинации, мы с ним на улице не гуляем, и начинаем гулять, гуляем с ним час, два, три, щенок такой, ничего не делает, зачем вы вышли, приходит такой домой, и слава богу, пеленка, потому что он уже привезет к пеленке, и поэтому это средство, мы уже начинаем брать на улицу, и приучается, распылять на улице, для того, чтобы это провоцировать, стимулирует собаку, делать свои дела, справить свою нужду на улице, очень хорошо работает, как раз в летнее время, когда мы выезжаем на дачу, хотим, чтобы нас собака, не под каждым кустом, лапу поднимала, ходила в туалет, определенном месте, тоже распыляем, на определенном месте, дачного участка, и сработает. Спрашивают, куда собаку дели, мы распылили, она исчезла, нет, вот он наш маленький альф, просто ему с нами так интересно, он говорит, ребята, вы так интересно все рассказываете, значит, вы диван мой старый обработали, я туда не хожу, понимаете, вы после меня все убрали, приучили меня ко всему, говорит, скучно жить теперь, никто не поругает. Альф, где Неча Смериков? Ищи Неча Смериков. Неча Смериков, ищи. Ты что, мать, ты вообще, пойдем кушать? Ой, кушать, пойдем, сейчас кушать, скоро будет. Слушай, я так же реагирую, когда мне говорят. Альф, альф, нос. Альф, нос. Нос. Чего, хороший, смотри. Альф, Да, спасибо. Так, мне кажется, пора показывать. Ребят, посмотрите, пятно. Видно, нет его? Давай на свет. Пятно от, ой, от напитка, от напитка с виноградом, забродившим. Посмотри, пятно нет. Слушай, спасибо тебе большое, вот оно мокрое, я не поменял, честное слово. Круто. Наташа, спасибо тебе большое. Сама навела, сама очистила, смотри, какая волшебница. Но я, слава богу, кстати говоря, не переживала, в принципе, все здесь понятно, бренд уже проверенный. Ну и что, давайте тогда подводить итоги, у нас еще есть время немножко пообщаться, задавайте вопросы, может какие-то есть вопросы, смотри, а тут собачки пошли уже на экране, молодцы, то кошки были, это для собачников уже. Слушай, знаешь, что мне интересно, ты же не просто ветеринар закончил и все, ты реально же была на приеме, да? Да, ты как бы знаешь, знаешь эти темы. Безусловно. И у меня, кстати, еще когда в спору с моей работой в ветклинике, было ответственное часмирико, причем я как раз, наверное, впервые познакомилась с этим брендом, как раз, когда я время работы, да, потому что у нас в ординаторской стоял универсальный уничтожитель, а как бы работа ветврача, чтобы ты понимала, она не очень чистая, то есть, это да, не смениваешься. Можешь там, не знаю, там кого-то вырвать на тебя, ну, будем, ну, обычно хозяев. Назвать вещи своими именами, кровь там, да, все что угодно, может запачкать содержу, там, халат, робу, и было очень удобно, когда ты, например, там, захочешь в ординаторскую, снимаешь халат, наблюзгал, средство, повесил, одел новый, и к концу смены ты берешь вот тот халат с пятном, а он уже без пятна. Это было очень удобно, да, и как раз для, ну, ветеринарной практики я и познакомилась. То есть, ты тогда не была очковно представителем бренда, ты не познакомилась? Нет, нет, нет. Просто по бытовому, по-житейски? Да, да, это было удобно. Здорово, здорово. А сколько ли примерно компаний вообще? Не знаю? Бренда более 30 лет. Более 30 уже? Здорово. Так, вот, в общем, мы говорим сегодня о американском бренде, американского производства США, Nature's Miracle. Вот, оно производит сегодня разные чистящие средства и средства для того, чтобы координировать поведение, корректировать, да, корректировать поведение животных, да, именно в таком сложном процессе, да, когда они ходят в туалет. Вот, вот такое вот средство, уриндестроер, которое уничтожает запахи, да, мочи и собак, и кошек. Выбирайте, да, вот серию для собак и для кошек. Вот, а это у нас, я прошу прощения, забыл. Это корректор поведения антигодин. А, это антигодин. Чтобы уничтожить то, что метить в какое-то определенное место. Вот, ну, я думаю, в конце стоит еще раз отметить про акцию «работать или вернем деньги». «Производитель гарантирует возврат денежных средств». Если вы приобрели продукты, средства не сработало, на них есть вот такие вот наклеечки, работают или вернем деньги. И если, например, вы приобрели продукт и вам не понравился результат, вы можете оставить заявку на сайте и мы вернем деньги на счет на обильный телефон или на банковский счет, и причем абсолютно рабочая акция. Такие возвраты у нас уже были. Я ничего не верну. Я вам ничего не верну. Не верну. Я только пожелаю вам хорошего настроения. Обожаю ваши прямые эфирные писала Матвеева. Я отвечаю не Матвееве то же самое. Ребят, сейчас после нас будут действовать очень хорошее предложение. Наталья сегодня с нами была. Профессиональный ветеринарный врач, замечательный человек. Владелец двух кошек, двух собак, двух черепах и четырех голубей? Да. Ты представляете, да? Как в мезопарк. Я думаю, где-нибудь у нее кролик в шляпе точно припасен обязательно. Американская компания сделала реально крутые, реально полезные штуки, которые помогают в повседневной жизни справиться не только с жизнедеятельностью неприятным кошек и собак, но еще реально по-бытовому с любыми запахами она справляется. Да еще и корректирует как-то поведение. Ребят, это интересно, об этом надо просто знать. Тем самым жизнь с домашними животными станет гораздо проще, гораздо легче, не будет уже того напряжения. Ведь забирая к себе домашнее животное, мы понимаем, что это не на один год. Ты понимаешь? Надо обязательно ответственность эту помнить. И чтобы комфортная жизнь рядом была, вот такие средства существуют. Мне кажется, это очень важно. Смотрите, Озон каждый день по будням мы встречаемся в 18.00 и продолжаем общаться с умными, хорошими экспертами, замечательными брендами, становимся умнее и покупаем не просто рекламу, а понимаем, куда мы вкладываем деньги и что это реально поможет. Наташа, тебе понравилось? Да, было и то. У меня тоже. Альф, спасибо тебе, вы хорошие. Сейчас пойдем кушать, дорогой. Все, здравствуйте, впервые вас. Интересно, Антон Тишаков. Приходи обязательно к нам, очень все будет классно. Спасибо всем большое. Всех хорошего вечера. Ребята, увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok